Здравствуйте, Вячеслав Владимирович! Здравствуй, Олег! Спрашивают нас, когда терпение перестает быть добродетелью, начинает разрушать. До каких пор вообще можно терпеть? Хороший вопрос. Сразу отвечу на него, коротко. Самое короткое видео. Терпение никогда не перестает быть добродетелью. Это абсолютная добродетель. И проблема только в человеке. Когда терпение перестает быть добродетелью и начинает человека разрушать, это зависит не от терпения, а от человека. Что это такое терпение? Для современного человека, живущего в нынешней цивилизации европейской, терпение – это что-то крайне нежелательное. Это проблема. Потому что терпение требует от человека каких-то усилий. Я должен что-то напрягаться. Мне некомфортно. Мы же создаем цивилизацию комфорта. В цивилизации комфорта терпению места нет. Это зло. Вот если мне нужно что-то терпеть, это абсолютное зло, с которым нужно бороться. Человеку не нужно ничего терпеть. Он должен просто жить, радоваться. Ему должно быть легко. У него не должно быть проблем. Жизнь должна быть беспроблемной, безболезненной. Вот это мы втемяшили себе в голову и занимаемся, как заполошенное, вот таким устроением своей жизни. Но это невозможно. Это просто невозможно. В силу человеческой природы. Если человек настроен на то, чтобы избегать терпения, то он начинает идти против собственной природы. А значит, то, что ему неизбежно придется терпеть, будет для него невыносимо. Он не сможет этого терпеть. И он будет бегать от терпения. Не терпеть, то есть не переживать в себе эту добродетель и благодаря ей становиться личностью настоящей, устойчивой, способной переносить трудности жизненные, которые неизбежны у нас здесь на земле. Человек начинает деградировать. Вместо этого человек начинает просто деградировать как личность. И он превращается в такое жалкое, амебообразное, неспособное сопротивляться воздействию внешней среды существо. Жизнеспособность человека определяется его возможностью сопротивляться воздействию внешних сил. А сопротивляться можно устойчивостью. Вот стоит скала, на нее несется огромная волна. И эта волна должна разбиться об эту скалу в брызги, в мелкие. Так вот, человек по своему внутреннему устройству, он должен быть таким. Он должен способен быть выносить все удары судьбы. Они могут быть самые разные. Это могут быть и те же самые обиды, о которых мы говорили в прошлый раз. Это могут быть болезни, которые для человека неизбежны. Нам придется терпеть боль. Боль — это очень хорошо. Это сигнал нашего организма о каком-то в нем находящемся неблагополучии. Это то, что обращает внимание на себя как какая-то внутренняя поломка. И здесь очень важно понять, что мне с этой болью делать. Мне нужно пить обезболивающие таблетки, как нас призывают в рекламе. Не терпите головную боль. Вот там какой-то вам препарат. Сразу, немедленно, не надо терпеть ничего. Сразу. Или наоборот. Если боль — это явление всеобщее, всегда, во все времена люди испытывали боль, значит, это что-то нужное человеку. И может быть даже необходимое для того, чтобы потерпеть. Чтобы было что потерпеть. Если в терпении, и только в терпении скорбей, страданий, которые изливаются на мою жизнь здесь с такой щедростью иногда, я движусь к своей цели, я становлюсь тем, кем я должен быть, а лучше сказать, тот, кто меня к этой цели призвал, он меня и делает таким только тогда, когда я с терпением, с благодушием, и даже с благодарностью ему за это переношу все эти скорби и страдания. Да, конечно, для этого. И он сам к нам обращается с этой просьбой. Терпением спасайте души ваши. И только претерпевший до конца спасется. Не бегающий от того, что нужно потерпеть, не стремящийся к комфорту, к сытому самодовольству, а который тренирует в себе способность терпеть. Тренирует, мы должны к этому готовиться. Мы должны быть заранее готовы потерпеть. Мы не бегаем от трудностей, скорбей, болезней, страданий. Мы даже от собственной смерти не бегаем. Мы знаем, что нам когда-то придется претерпеть смерть, какой бы она ни была, нам придется, мы никуда не денемся. И мы должны осознанно к этому готовиться. Вот тогда только мы станем устойчивой ко всем, как мы говорим, стрессам личностью, мы будем способны совершать настоящие поступки. Потому что, чтобы что-то делать, достигать какой-то цели, нужно настроиться на то, чтобы потерпеть. Потому что придется терпеть. Нет больших дел без больших трудностей, как сказал один мудрец. И мы должны эти трудности терпеть. Мы должны терпеть то, что связано с усталостью. Для нас усталость – это что-то крайне нежелательное. Человек не должен уставать. У него должно быть хорошо всегда. Не перетруждайся. Не надо. Что ты? Нет. Человек должен терпеть боль мышечную, если он трудится. Он должен терпеть боль от того, что у него не сразу получается то, что он захотел сделать. Он должен выдерживать, то есть вытерпеть все неудачи, которые встают у него на пути. Не разочароваться, не размякнуть, не раскиснуть, не отчаяться, а сохранить свое намерение. Так вот такое возможно только с Божьей помощью. Почему наше терпение становится для нас чем-то разрушительным? А потому что мы в своем терпении рассчитываем только на себя. Мы далеко не все можем потерпеть. Человек – существо достаточно немощное по своей собственной природе, в своем естественном состоянии. А вот терпеливым человеком, выносливым по-настоящему, делают не спортивные тренировки только, а главным образом тот, кто наделил человека способностью терпеть. Он эту способность и взращивает. И здесь мы должны вспомнить о том, что говорит нам об этом христианство. Христианство говорит, что способность терпеть человеку сообщает Бог тогда, когда человек об этом просит. Вот вспомните нашу молитву утреннюю, которую многие любят очень. Молитва оптинских старцев. Как она заканчивается? «И научи меня молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать и любить». Я ни терпеть, ни прощать, ни любить сам не умею. У меня нет этого потенциала. Мы рождаемся с очень слабой способностью к стремлению к этому, желание этого. Терпеть, прощать и любить. Но мы видим, что у нас это не получается. Но тогда надо просить. Просите, и дано вам будет. И вот если мы терпим не одни, а с Богом, вот тогда добродетель терпения никогда не перестает быть добродетелью. Она всегда делает нас только лучше, лучше и лучше. Только благодаря терпению. Бог стал человеком для того, чтобы ему было чем потерпеть. Страдание. Потому что именно в терпеливом перенесении страдания скорби, боли, унижения, оскорбления, непонимания, предательства, обид, человеческая личность становится лучше. Христос, вися на кресте и умирая в страшных муках, не стонал, не просил об облегчении своей участи. Наоборот, он молился за тех, кто его мучил. Прости им, Господи, его не ведут, что творят. В этом был огромный смысл. Потому что только так его человеческая природа стала совершенной. И перед тем, как испустить дух, он сказал, совершилось. В руки твои придаю дух мой. То есть его природа человеческая стала совершенной. Благодаря терпеливому перенесению того, что он видел, слышал, как его унижали, оскорбляли, как его не понимали, как его предавали, как его мучили и убивали. Вот на это должен быть настроен каждый человек. И Христос так и говорит, если хочешь идти за мной, отвергнись себя, вот такого, какой ты есть, вялый, хилый, не способный ни на что чтобы потерпеть, возьми свой крест и иди за мной. Кто приходит ко мне и не берет своего креста, тот не достоин меня. Тебе не вытерпеть. Ты не сможешь до меня дойти. А твоя цель, говорит он, я. Христос это цель человеческой жизни. Он своей человеческой природой не развоплотился, а находится в теснейшем общении с Богом, прямо рядом с Ним в лоне Бога Троица. И это то место, куда Христос позвал всех нас. Так вот, только терпя все скорби, боль, страдания, болезни, которые здесь ожидают нас в жизни, мы достигаем этой цели. Не каждому дано это понять. Как говорил Баратынский в свое время, «Премудрость Вышнего Творца не нам исследовать и мерить, в смирении сердца надо верить и терпеливо ждать конца». Вот это настоящая философия, настоящая мудрость, которая может быть доступна даже ребенку. Если ребенка в этой парадигме воспитывать. Тогда, воспитывая наших детей в этой парадигме, мы воспитаем вот такой народ, каким когда-то мы были. Такой народ, который создавал страну на одну шестую часть суши, который закладывал города там, где невозможно жить, где тайга, медведи, волки и вот такие комары. Зато сейчас нынешнее поколение бессовестно транжирит те полезные ископаемые, которые наши предки там обнаружили. Те наши предки, которые были способны терпеть все трудности с этим связанные. А мы нетерпеливые за последние 30 лет не заложили ни одного города. Мы даже не построили ни одного крупного завода. Тяжело. Приходится терпеть. Мы сейчас все скучились в городах, в квартирах с водопроводом и ватроклозетами и наслаждаемся жизнью. Поменьше работать, побольше получать и ничего не терпеть. Запастись обезболивающими препаратами. При такой психологии у нас не будет будущего совсем. Поэтому отвечая на этот вопрос я хотел бы призвать наших слушателей и зрителей к тому, чтобы поближе знакомиться с христианством. С православием. Православие это настоящая психотерапия. Все остальное вокруг да около. А в православии человек обретает настоящие подлинные способности человеческие, которые позволяют ему стать вполне человеком. Будьте здоровы и с Богом. субтитры и субтитры